Здравствуйте, дорогие друзья! Я бы даже сказал, доброе утро! Мы же с утра выкладываем? Да, без утра. Ну, доброе утро, друзья! Мы вот с вами. Значит, я, конечно, надеюсь, что вы пользуетесь моими завтраками. Завтраки, я смотрю, идут хорошо. Вы их с удовольствием готовите. И еще много кто мне присылает в Инстаграме в личку. Ну, типа, вот, спасибо за завтрак, спасибо за завтрак. Давайте сделаем один завтрак, довольно простой. Ну, как, в общем, не знаю, как яйцо пашот. Это же просто, да? Там голландский соус, яйцо Бенедикт. Это же просто-просто. Шакшуку сделать, элементарно. Сырники. Уже больше миллиона человек сделали сырники и сказали, что это вообще плевое дело. Оказывается, так легко все было. Здесь то же самое. Но, конечно, с моими маленькими нюансами. Сейчас я в процессе расскажу. Итак, три кусочка хлеба. У меня такой хлеб с семенами чия. Ну, какой был, в общем, берем любой хлеб, какой был у вас в пакетике или в чем вы там его храните. Ну, и, конечно же, вырезаем из него мякушку. Мякушку вырезаем из него, потому что яичницу будем делать внутри. Ну, не торопитесь. Сейчас я вам расскажу пару нюансов интересных очень. Значит, что делаем с той мякотью, которую мы вырезали. Мы сразу же включаем здесь сковородку. У меня там пару капель воды, поэтому я чуть-чуть дам и время им испариться. Пока за это время вырежу все остальные кусочки. Вот так. Все, у меня получились три вот таких вот милых кусмана. Значит, эти кусманы. У меня влажный довольно хлеб. Я люблю такой покупать. Влажный такой, знаете, блестящий, на заквасочке, как полагается. Ну, как вам заблагорассудится. Далее. Вода выпарилась. Добавляем сюда кусочек масла. Я его крутил-крутил в руках и в итоге спрятал. Добавляем сюда маслица. Бросаем на масло. Обжариваем на сильном огне до хруста. Сверху и до мякушки внутри. Можно, знаете, что сделать? Пока они еще не зажарились с одной стороны, можно перевернуть и масло со сковородочки размазать. И жарить их вот так. Потом перевернем. Опа. Тут вот какой важный элемент. Мне нужны два желтка, которые я, как бы это правильно сказать-то, которые я должен отделить. У меня есть две маленькие чашечки. Значит, сюда обязательно каплю масла. Прямо одну. Опа. Я думаю, что даже этой одной капли хватит у меня на чашечку. Просто масло нужно измазать для того, чтобы желток, который здесь лежит, не прилипал к фарфору, к фаянсу. А то есть у него такая, такая, так сказать, такая мода. Как говорит моя мама. Моду взял. Прилипать вздумал. В общем, все. Вот эти греночки у нас пожарились. Если вы так сделаете, то аромат маслица и всего прочего. Куда бы мне их переложить? Вот сюда. Салфеточка для того, чтобы на фарфоровой чашечке снизу нагретые кусочки хлеба не запотевали. Теперь белки вот сюда. Желтки сюда. Все, здесь у нас желтки. Белки. Чуточку черного перца. Пару щепоток соли. И что-нибудь на ваш вкус. На мой вкус обязательно зеленый лук. Причем зеленый лук я, например, не жалею. Я люблю яйца со вкусом зеленого лука. Значит, кто-то добавляет укроп, кто-то петрушку, кто-то кинзу. Тут все на ваше усмотрение. Зеленый лучок такой, такой на азиатский манер немножко, знаете. Смотришь японцев, они омлет жарят. Ничего же не добавляют туда, зараза. Ничего не добавляют. Просто зеленый лук. Или сверху посыпают. Получается очень секси, бэби. И яички сексуальные получаются. Сюда зеленый лук. На сковородочку кусок масла. Маленький. Маленький кусочек масла. И у меня здесь остатки креветок от былой роскоши, так сказать. Это может быть ветчина, бекон, что хотите. Даже несколько кусочков кальмара, лосося, рыбу. Если любите, если не любите, добавляйте туда остатки котлет, фарша, еще чего-нибудь. На ваше усмотрение. Исключительно. Ну, как бы манипуляции со сковородкой. В том случае, если у вас какой-то сырой продукт. Его нужно слегка обжарить. Обязательно чуть-чуть соли. Нет горелки у меня. Нет горелки у меня. Сколько? 30 секунд, там минута может быть. С каждой стороны. Все. Креветосы готовы. Сюда оп их. А сковородку салфеточкой протерли. Креветосики нарезали мелким кусочком. И сюда. Пробуем. Вкусно. И это главное. Добавляйте сюда, что угодно. По вкусу будет великолепно. Теперь кусочек масла сливочного отправляем на сковородку. Небольшое количество. Сковородку, наверное, надо очень аккуратно, чтобы у нас ничего не горело. Сливочное масло капризное. Будете перегревать сковородку, загорится нафиг все. Так, теперь креветочку с белком и зеленым луком смешиваем. Но до пены не надо доводить. Знаете, делать нужно это все какой-нибудь ложкой, лопаткой, чем угодно, но не вилкой. Тут даже лопаткой-то мешаешь, пузыречки появляются. Нам пузыречки особо не нужны. Желательно их избежать. Хлебушек переворачиваем. С этой стороны он уже поджарился. Ну и, как вы уже догадались, льем туда нашу начинку. Если крышки нету, а у меня от этой сковородки точно крышки нету, то эй, подруга, посмотри на меня. Делай, как я. Делай, делай, как я. Берем фольгу и с фольги делаем крышку. На самом слабом огне под крышкой не должно снизу ничего гореть. Должен медленно пропекаться что происходит в том случае, например, если бы мы туда вылили целое яйцо, желток бы запекся и стал белым. Кто-то любит не париться, кто-то яичницу переворачивает желтком вниз и обжаривает с двух сторон. Да, есть масса людей, масса вкусов. Но, лично я люблю, чтобы желток оставался сырой. Так вот, он остается сырой. Греночки. Что делаем с греночками? Значит, берем любой сливочный сыр, намазываем его вот сюда в произвольном порядке. Ну, так, знаете, кто сколько любит. Я его сильно много не ем, поэтому добавляю всего лишь чуть-чуть, чтобы сливочный вкус у меня здесь был. Все выкладываю в ленточки. Выкладываю на хлеб. Масляная обжаренная сторона не дает так быстро пропитаться влаги. Это нам дает фору. Делать, конечно, нужно все очень быстро. Пока у вас там, скажем, эти шкурочки я не очень люблю, а это быстренько соль макнули. Пока готовится, все быстро жуем, жуем. Делаем вот что. Берем хлебушек и переворачиваем его обратной стороной. Опа! А здесь-то у нас все румяное. Чуете, к чему я? Ммм! Это как омлет с крабом, только дешевле. Креветочка Аргентино. Лангустино. Очень вкусная, сладкая креветка. Классная. Одна из моих любимых. Но это вдруг кто-то захочет. Можно использовать обычные наши, северные. Можно мелкие. Пока они еще горячие, я бы вообще их остудил, а потом бы добавлял. Но мы же привыкли, что нужно есть яичницу, пока она горячая. Берем и перекладываем сюда желточек. Если маслом не смазали, цепляется и рвется. Последний штрих. Костромская соль. На огурчики. А здесь соли не надо. Вот это вся сама субстанция соленая. А желточек. Знаете как. Если вдруг у кого-то есть предубеждение, вы можете тарелку прям целиком аккуратно поставить в духовочку. Градусов 100. Сделайте и пусть немножко прогреется. Если вас смущает, здесь капелька белка. Но вообще, если вы сделаете очень горячие тосты, вот такие, то у вас белочек при соприкосновении с горячей массой он начнет припекаться. Или, ну то есть как бы цель вот этого всего, если у вас нет цели никакой, тогда бейте яйца, ставьте в духовку или под крышку. У вас все побелеет и будет, ну как бы белый, белый желток. Знаете как эти, как они называются? Как зомби я всегда говорю. Вы зомби пожарили. Ну все, пора пробовать. Это простятская штука. Если хлебушек жареный, он вкуснее, чем не жареный. Свежий огурчик, все бомба. Теперь самое главное. Отрезаем, чтобы посмотреть, что у нас внутри. Должен быть хрустящий хлеб. Такой и есть. Здесь мы видим креветки, белок. Все подходит. Все свеженько, вкусно. А теперь самое главное. Я это отложу, чтобы не мешало. Теперь делаем вот так. Поворачиваем и разрезаем на две части. Для чего? Для того, чтобы желточный крем у нас пошел. Смотрите. Опа. А? Пашот отдыхает. Смотрите, какая жижка-то гламурная. Придется полдня тащить ножи, блин, убил его, убил их об этом. Вот. Что-то я понимаю, яичница. Это завтрак, вкусный, хрустящий. Желток течет. Есть еще один вариант поедания. Этот возвращаем сюда. Значит, поворачиваем. Смотрите. Берем, надрезаем. У нас желток течет, течет, течет. Опа. Мы его вот так вот везде проливаем, чтобы у нас весь сок и желточек пошел. оп. Вот так можно. Времени занимает немного, без лишней болтовни. Главное, делать все аккуратно, чтобы ничего нигде не подгорело. Но и сырой желточек, конечно, исправит все. Мне нечего сказать. Это реально вкусно. Вы едите прям гренки, хрустящие. Вымакивайте сочнейший желток и получайте кайф. Порадуйте своих близких вот таким вариантом завтрака. Реально удивятся ведь. Яичница, если белка-то не видно, он внутри, представляете, вы так делаете, они говорят, а где белок-то? Что, нам желток один подсунул? Попросят еще не раз приготовить. Так что, папы, мужья, братья, сыновья, давайте женщин удивим, Ну, надо иногда это делать. Любя. Пока. Пока.